Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Надеюсь, что вы соскучились по моим эфирам, потому что что-то лето какое-то такое летнее. Но сегодня у нас с вами классная энергичная тема. Сегодня мы будем говорить о том, как заставить свой зад работать. И нет, это не история про фитнес, это не история про то, как привести свой зад в форму, это история про то, каким образом вы можете стать более энергичными в своей жизни, каким образом вы можете достигать больше целей, и самое главное, достигать их через счастье. Не через историю о том, чтобы заставить себя сделать себе плохо, наступить себе на горло и во что бы то ни стало вырвать победу, а история о том, каким образом действительно в долгую мотивировать себя на классную, на яркую, на энергичную жизнь, в которой вы каждый день получаете удовольствие, в которой вы просыпаетесь, вам хочется просыпаться, вам хочется бежать, вам хочется делать что-то крутое. Тимофей, иди сюда. Ты, пожалуй, самый счастливый, самый энергичный. Я понимаю, что ты поел только что. Да, да, Тима, это Тимофей, мой любимый мужчина. Давай, Тимош, надо чуть-чуть посидеть. Говорят, что когда-то в эфире поднимаются рейтинги, охваты и даже сердечек больше ставят. Знаете, часто, когда смотрят на кота, вот я не знаю, как ваш кот, мой кот любит так вот лежать на спинке, да, вот так. И люди мечтают и говорят, какая счастливая жизнь у котов. Как круто, вот ты лежишь себе, похрюкал, да, похрюкивает тебя, а тут кто-то мурлычет, ты лапы свои расставил, покушал, поспал, да, Тим, и все дела. И все дела, да, еще и похрюкал, ну, лежит. Вы знаете, я вот, например, никогда не хотела быть, простите, Тимофей, быть в жизни кота, потому что, как по мне, самое крутое, что дается нам в жизни, это возможность развиваться, возможность переходить из одного состояния в другое. Очень такой странный момент, почему у меня так мало людей на эфире? Неужели меня опять заблокировал Инстаграм? Какая-то очень странная история, ну, ладно, мы с этим тоже справимся, посмотрите в записи. Больше всего я всегда поражалась людям, которые говорят о том, что их мечта поскорее выйти на пенсию, поскорее закончить работу, поскорее закончить, значит, все закончить, для того, чтобы можно было сколько угодно лежать, смотреть телевизор и ничего не делать. Вот, вы знаете, мне кажется, это первая вообще история такая, на которой нужно подумать. Как бы вы представляли свое, или как вы представляете, или как вы можете представить свою идеальную жизнь? Вот в этой идеальной жизни, это такой очень правильный, банальный вопрос, но попробуйте хотя бы раз на него ответить, что если бы вам не нужно было думать о финансах, если бы мы были не в материальном мире, то каким образом вам представляется ваша идеальная жизнь? Что вы делаете? Вот что вы делаете? Я недавно отдыхала в Каппадокии, поехали покататься, полетать на воздушных шарах с мужем, и купили тур, где было очень много разных приключений, и, вы знаете, вот приключений было много, но по времени у меня все равно оставалось очень много времени. И поскольку я не могла там поехать ни в тренажерный зал, ни встретиться с подругами, ничего сделать, мне приходилось только одним образом делать что-то по кайфу, это я записала целый новый тренинг. Вот записала, я записала новый тренинг, а потом еще решила записать целую серию видео по личным отношениям. Короче, я приехала в копилочке с 17 новыми видео, причем я их записывала на солнце палящее, потому что я выходила из номера на террасу, было очень жарко, и телефон практически при каждом видео выключался. Когда он нагревается, было написано «СОС». И мой муж поражался, смеялся и говорил о том, что техника не выдерживает, как ты сидишь на такой жаре и записываешь. Я говорю, ну ты понимаешь, я просто, ну не знаю, мне что-то нужно делать, мне хочется же каким-то образом, прости меня, не просрать этот день, потому что для меня это важно, потому что меня это заряжает, потому что я знаю, что я сегодня не только полетала на воздушных шарах, покаталась на лошадках или сделала, поела или полежала на диване, я еще сделала что-то, что может повлиять на жизни других людей завтра. Я сделала что-то, за что я могу сказать спасибо себе, и огромное количество людей может поблагодарить меня. Ведь по сути, когда мы с вами занимаемся любимым своим каким-то делом, мы делаем что-то полезное, мы приносим какую-то, очень нравится это выражение, непоправимую пользу. Когда-то я читала в одной из книг о том, как человек, который работает на конвейере и делает, на конвейере, как вы знаете, есть, когда собирается автомобиль или что-то другое, каждый человек выполняет какую-то определенную опцию, функцию. Вот он работал на конвейерном автозаводе, где его функцией было закрепление дверей, и автоматы эти двери ставили, а он там что-то подкручивал и фиксировал. И вот он говорил, когда ему задали вопрос, он там работал десятилетия, как вам не надоедает ваша работа? Он говорит, а я каждый раз, когда каждую машину вот я проверяю, я представляю, как в этой машине едет счастливая семья, которая открывает эти двери, дети. И я понимаю, что сейчас от меня зависит, лично от меня, насколько им будет комфортно, какую любовь я вложу в эти двери, что всё будет чётко работать, и никогда ребёнок там не получит какую-то себе травму, если он будет там, если эта дверь будет стоять неправильно. Возможно, это, конечно, несколько такая утрированная история, сказочная, но тем не менее, каждый из нас, занимаясь чем-то, должен задавать себе, мне так кажется, может задавать себе вопрос, давайте не должен, может задавать себе вопрос, а что кайфового я делаю, то есть что я делаю такого, что меня драйвит. Потому что конвейер меня не драйвит, но когда я понимаю, каким образом люди соприкасаются с моим изделием, это круто. У многих сейчас брендов есть философия, да, то есть есть бренды, которые шьют футболки, а есть бренды, которые в эти футболки вкладывают философию, говорят о том, что мы шьём футболки для счастливых людей. Нам крайне важно, чтобы люди, которые надевали, чувствовали, что эти футболки с любовью, поэтому мы выбираем лучшую ткань, поэтому у нас есть стишки. Я буквально только что забрала посылку с новой почты, где заказала себе спортивные комбинезоны. Каково было моё удивление, когда я открыла коробку, а там комбинезон был запакован в крутую сумку, в крутую спортивную сумку, которую я не ожидала получить, и которая была просто как упаковка этого спортивного комбинезона. Мы сейчас не совсем про историю о брендах, но мы про то, что когда мы что-то делаем и понимаем, что мы делаем что-то классное, и человек, соприкасаясь с нашей работой напрямую или как-то косвенно будет от этого кайфовать, а мы имеем к этому отношение, даже если мы закручиваем винтик в этом, и нас это драйвит. То есть я понимаю, что я не просто винтик закручиваю, я дарю настроение. Посмотрите на официантов, да, например. Казалось бы, ну очень простая работа такая, банальная, кто-то даже говорит грязная. Но когда подходит к тебе классный официант с классным настроением, когда он тебе рекомендует классный напиток или классное блюдо, когда он с тобой шутит, это невероятно поднимает настроение. Мы были этим летом с моей подругой Леной Петреску в Одессе вдвоем, и мы были в ресторане, мы ходили по ресторанам, которые рекомендовали нам. И вот в одном из ресторанов подошел парень, и он начал нам, официант, он начал нам рекомендовать что-то, мы начали с ним шутить, разговаривать, в итоге мы выяснили, что он тоже из Киева, и у нас уже завязалась такая целая движуха, когда мы уходили, мы оставили ему щедрые чаевые, потому что это уже были чаевые не для официанта, а чаевые для нашего друга и для человека, который живет с нами в одном городе. И я к тому, что на самом деле, когда мы придаем смысл, иной смысл тому, что мы делаем, когда мы находим этот смысл, когда мы украшаем свои действия смыслом, тогда эти истории и то, что мы делаем, скажем так, каждый наш день превращается в историю. Я в детстве очень любила продавать, очень любила, потому что я всегда видела, как моя мама что-то продает, моя мама работала барменом в валютных барах, тогда, когда еще валютные бары и валюта еще не ходила. Вот, и это были отельные комплексы, и я все время видела, как мама в красивых костюмах, в этих барах, потому что там такой был дресс-ход, все, она обслуживала иностранцев, иностранцы оставляли ей часто по 2 доллара, это были фантастические суммы, покупали мне какие-то шоколадки, потому что я тоже там часто присутствовала, и для меня это была магия, вот это вот деньги, значит, там, мама им что-то дает. И вот, значит, моя бабушка, это мама моей мамы, она жила в городе Конотоп, и в какой-то момент, там, в 90-х появились рынки, вот в Киеве есть такой рынок Троещина, он находится на массиве, на котором я, собственно, долго жила, и туда приезжали, я не знаю, как сейчас все устроено, но тогда я очень хорошо знала, как все устроено, приезжали вот эти китайцы, корейцы, не знаю кто они, которые продавали, значит, какие-то товары, которые оптом покупали, значит, приезжали со всей Украины, покупали, и затем люди продавали в своих городах. И вот моя бабушка, она была тоже очень деятельным человеком, каждый раз, когда она приезжала к маме в гости, она ехала на этот рынок, и она покупала там носки, платочки, какие-то товары, которые, значит, она могла продавать. История заключалась не в том, что моей бабушке сильно были нужны деньги, если вы знаете, обычные люди умеют жить на те средства, которые у них есть. Но бабушка была очень деятельная тоже, то есть вот у нас это семейная такая, и надо было что-то делать. И в субботу и в воскресенье очень много жителей, значит, домов, где жила бабушка и дедушка, и там рядышком еще был такой рыночек какой-то, значит, они выстраивались, возможно, вот как сейчас, знаете, есть рынки, какие-то, как они называются, вы поняли, какие рынки, блошиные, а вот люди выстраиваются и все выкладывают. Вот моя бабушка выносила раскладушку, значит, и там вот были какие-то старые вещи, конечно же, которые мои, например, были, но их было в меньшинстве. В основном бабушка продавала вот эти вот вещи, которые она привозила с этого рынка троещины. И периодически, не часто, но я приезжала в Конотоп к бабушке, и для меня самым святым и интересным времяпрепровождением были субботы и воскресенье, когда мы вставали заранее в 6 утра, я буквально накануне ожидала этого момента, мы выносили эту раскладушку, мы все раскладывали, и начинались эти наши торги. Я получала неимоверное удовольствие, потому что я понимала, что мы из Киева привезли какие-то крутые супертовары, они мне так казались, и вот сейчас, значит, мы дарим людям пользу, дарим им возможность, не ели в Киев, покупая для себя то, что тут нужно. И вот я от всего этого получала какое-то безумное блаженство. И я любила ездить к бабушке именно по причине, я даже сейчас, когда рассказываю, очень этим идухотворена. Так вот, первый способ, как заставить свой зад все-таки работать, это осознать, что для вас в жизни имеет смысл, что вас здравит. Потому что, когда мы работаем просто ради денег, нет, когда мы работаем ради каких-то благ, это драйвинг, но на каком-то уровне и далеко не все. Потому что многие люди, например, сразу же говорят, ну я столько зарабатываю, что я не знаю, как заработать на машину или заработать на что-то, и типа мне бы выжить. Но наше состояние, давайте теперь интересные вещи, наше состояние, которое мы излучаем, испытываем, наше состояние, давайте такого, счастья или несчастья. То есть нам либо очень хорошо, либо нам никак. Если нам никак, это ближе к плохо. То есть у нас два ключевых состояния. Либо нас прет, либо нет. В зависимости от того, что мы испытываем с вами, мы с вами создаем такое некое энергетическое излучение вокруг себя. И когда нам хорошо, мы в свою жизнь с помощью энергетического излучения притягиваем ситуации и обстоятельства, которые тоже со знаком плюс. Это называется, что фартит во всем. Говорят, фартовый человек, да? Вот во всем у него все получается. Дело не в том, что он фартовый. Дело в том, что у него есть определенная энергия, которую он излучает и все притягивает. Если мы меняем эту энергию, если нам становится плохо, это история про «пришла беда, открывая ворота». История не в том, что вот все на нас плохое слетается. Мы это излучаем, и мы это притягиваем. Банальнейший закон притяжения. Так вот, когда вы недостаточно зарабатываете, не удовлетворены своей работой, постоянно жалуетесь, говорите о том, что вам недостаточно платят, и с вами недостаточно делают, у вас плохие клиенты, как мне решить эту проблему, вы должны понимать, что до тех пор, пока вы не решите свое внутреннее состояние, не переключите его, вы можете решать проблему сколько угодно, но вы все равно будете притягивать новые ситуации и обстоятельства, которые будут эту проблему делать, снова делать проблему. Вы как будете, вот мне очень нравится сейчас это сравнение, как помните, игра у нас была «Яйца», где волк ловил. Вот вы будете постоянно, вы вроде бы тут только словили все проблемы, думаете, фух, решил, какая жизнь говняная, что ж так тяжело, и у вас повалили новые проблемы. У нас в голове есть некий переключатель, это переключатель наших мыслей. Удивительным образом мы с вами имеем непосредственное влияние на свои мысли. Нам кажется, что мы не управляем реальностью, человек предполагает, Бог располагает. Самая ключевая задача у нас, как у людей, это снять с себя ответственность. Нам всегда нравится знать, что мы ничем вообще не можем управлять. Вот это для человека психологически спокойнее, нежели чем понимать, что все то говнище, которое есть в его жизни, его рук дело. Нам это неприятно. Нет, это не я, это все они. Мы всегда обвиняем других людей, нам это больше нравится, мы об этом говорим, какие они плохие, они плохие, все плохие, я тут один бедный несчастный, пожалеете меня. Так вот, вы должны понять такую интересную штуку, что мы являемся причиной всего того, что с нами происходит. Еще раз, я являюсь причиной всего того, что со мной происходит. И соответственно, если это со мной происходит, первым делом я должен проанализировать, почему я такой несчастный, ну, почему я такой счастливый, вряд ли вы захотите анализировать. Наслаждайтесь счастьем. Когда мы задаем себе этот вопрос, у нас наверняка появляются ответы. И вот вы должны понять, что это как выключатель, он у вас находится, например, в позиции вниз. Выкол, да? Оф написано. До тех пор, пока вы все время акцентируете свое внимание и думаете о проблемах, думаете о том, какой тяжелый мир, думаете о том, как несправедливо все вокруг вас, какая у вас тяжелая работа, что нельзя больше заработать, что денег вечно не хватает. Мое приложение сегодня. Странная история с телефоном. Нет, вроде бы все в порядке. Почему-то он гаснет экран, но бывает у него такое. Поставьте, пожалуйста, какие-то сердечки, чтобы я видела, что вы живы. Две секунды. То приложение свернулось, погасло. Очень странно. Все в порядке? Да, спасибо. Вот. До тех пор, пока вы находитесь в своем переключателе выкол, вы замечаете, что в вашей жизни все идет не так. Вот смотрите, как только вы понимаете, что в вашей жизни какой-то гэ, что ваша попа плотно приросла к дивану, что вам ничего не хочется делать, вы не ждете. Первое, что вы делаете, вы не ждете. Пройдет. Нужно переждать. Нет. Переждать не нужно. Если вы сидите, и у вас в комнате выключился свет. Вот скажите мне, пожалуйста, вот подошел ребенок и выключил, или вы случайно зацепили. Вы же не сидите, как придурок, и не ждете, что он включится. Вы же понимаете, что вы только что его выключили. Для того, чтобы он включился, вам нужно подойти и нажать на вкл. То же самое происходит с вашей жизнью. Если вы видите, что вы отчаянно идете на дно, или все в вашей жизни не так, вы должны понять, что вы должны поставить вкл. Что такое вкл в нашей жизни? Ваша задача, вот у нас, смотрите, есть ровная шкала, такая, есть вот тут вот плюсики, помните, мы такие рисовали таблички, тут у нас плюсик, а тут у нас минусик, да, тут минусик. Вот когда у вас все плохо, вы на минусике находитесь. Ваша задача перейти на плюсик. Что такое минус? Если я грущу, если мне плохо, если я кого-то обсуждаю, я страдаю, я нахожусь на минусике. Мне нужно перейти на этаж плюсик. Что сделать, чтобы перейти на этаж плюсик? Включить состояние радости. Что говорит обычный человек? Ну а как, если мне грустно, я могу веселиться? Ну а как я могу, если я живу в таком несправедливом мире, и у меня нет денег, и меня никто не любит, и я никому не нужен, ну как я могу перейти в состояние радости? Я что, радоваться этому должен? Да! Да! Да, мать твою, ты должен радоваться. Ты должен, если ты находишься в подвале, придура, и хочешь увидеть солнечный свет, ты ж, сука, не роешь там окно. Ты ж, блин, берешь, поднимаешься по лестнице, мать твою, и поднимаешься к окну. Ты же жопу свою поднимаешь и проходишь. Правда? Ты же не дебиловат, чтобы там окно себе рыть. Нет! Ты идешь по лестнице, все дебил, рой, рой себе дальше подземный туннель и гробик туда поставь. Для того, чтобы включиться в состояние радости, нужно, мать твою, перейти. И да, и начать. Смотри, чему можно порадоваться. Непонятно, чему можно порадоваться, давайте подумаем вместе. Попробуйте себе сломать руку. Возьмите, сломайте руку себе, и вы будете радоваться, когда ваша рука будет заживать. Это будет повод для вашей радости. Попробуйте, не попейте и не поешьте день, денек, и вы будете радоваться тому, что у вас есть еда. Попробуйте уйти из дома и поспать на вокзале с бомжами, которые срут, срут под себя и воняют. И представьте себе, что вы будете радоваться, когда вы вернетесь к себе домой. Если вам кажется, что у вас в жизни нету причин для радости, то это только потому, что вы немножечко подохуели, ребятки. Вот, собственно, и все. Я в такие моменты говорю себе, а не охуела ли ты, Олечка? И понимаю, что да, подохуела. Сижу такая в машине в своей, ой, бляж, это у меня машина какая-то уже не такая. Нужно себе напоминать, потому что наше сознание, оно такое, знаете, забавное. Вот эти вот все количество голосов, которые у нас живут, они нас постоянно ищут, на что бы нам пожаловаться. И вот вы сидите, вам есть что кушать, у вас есть руки несломанные, ноги, вы умеете говорить, у вас есть глаза не выколотые, понимаете? У вас, бляха, нету онкозаболеваний, вы здоровый человек, и вы такой сидите на своей жопе и говорите, ой, нечему радоваться, что-то жизнь у меня херовенькая, что-то меня ничего не радует, ничего я не хочу. Вот понимаете? Вот, собственно, так мы выглядим, так мы выглядим. И если вы не в состоянии увидеть то, чему вы можете радоваться, если вы не в состоянии поднять свою жопу и пройти из подвала наверх и сказать, как здорово, как круто, что я живу, как круто, что у меня здоровые руки и ноги, как здорово, что у меня есть работа, как хорошо, что у меня есть друзья, как хорошо, поверьте, вы найдете огромное количество того, чему можно порадоваться. Уберите из своей жизни базовую опцию и вы офигеете, вы офигеете, уберите из своей жизни любимого ребенка, уберите из своей жизни любимого партнера, уберите из своей жизни здоровье, хотя бы какую-то часть, два зуба сломайте, мать вашу, и попробуйте почувствовать, насколько охренительно было тогда, когда у вас были зубы, понимаете, вот это важно, это не говорит о том, что это принесет вам счастье, но это говорит вам о том, как важно перейти на уровень, потому что, если вы не перейдете на уровень со знаком плюс, вы не сможете ничего хорошего в свою жизнь притянуть, а вот когда вы себя включаете, тогда уже самое дело переходить на следующий этап, тогда уже самое дело задавать себе вопросы, что делает меня счастливым, куда я хочу идти, что я хочу, для чего я, потому что люди, которые говорят мне о том, что у них нет мотивации к развитию, меня всегда просто, ну, меня поражают. Если вы родились, вам дали возможность, выписали билет в этот мир, у вас определенным образом есть нечто уникальное и потрясающее, с чем вы пришли в этот мир. Единственное отличие между теми, кто в этой жизни реализовываются и теми, кто не реализовываются, это всего лишь их желание. Единственное, эти люди не более талантливы, чем вы, поверьте мне. Эти люди не более гениальны, они не везунчики, они просто желают и все время бросают перед собой какую-то новую палочку и идут за ней. Им интересно идти, им интересно развиваться, им интересно задавать вопросы. почему, для чего, как это может улучшить чью-то жизнь, как это может улучшить мою жизнь, как я хочу себя ощущать. Это то, что наполняет, потому что, когда мы сводим свою жизнь к выживанию, а огромное количество людей ходят на работу только по той причине, что они не могут выжить без работы, с удовольствием бы не работал. Так, давайте вернемся к началу. А что бы вы делали с удовольствием? Что бы вы делали с удовольствием? Что вас драйвит? Удивительным для меня является то, что огромное количество людей настолько сильно засовывают себя в течение жизни в глубокую яму, что не могут ответить на вопрос, что им нравится и что их драйвит. От чего ты получаешь удовольствие? И многие называют удовольствием то, что является для них недостижимым, таким образом оправдывая то, почему они несчастны. Ну, если бы у меня была дорогая машина, если бы у меня был дом, если бы я мог куда-нибудь поехать, вот тогда бы у меня было счастье. А сейчас, ну, какое счастье? И при этом идет перечень дальше всех проблем. У меня тут такие жизненные проблемы, ну вы что, у меня тут и то проблема, и то проблема. Я до сих пор не понимаю, зачем эти души приходят в мир. Я до сих пор не понимаю, каким образом эти мертвые души, мне кажется, Гоголь писал о них, эти мертвые души способны провести свою трансформацию. Одни из самых жестких трансформаций, которые проходят мертвые души для того, чтобы ожить, это смертельные болезни. Их или их близких. Это одна из ситуаций, когда человек выходит из спящего состояния, потому что жажда собственной жизни вдруг побеждает все остальное. Но скажите мне, пожалуйста, неужели вам обязательно узнать, что вы умрете для того, чтобы вы вдруг вспомнили о том, что вы хотите жить и чего-то достигать? Неужели это важно? Многие женщины говорят о том, что ой, я нахожусь в таких ужасных отношениях, я ничего не хочу. И следующий вопрос, а зачем ты находишься в отношениях, которые ужасные, в которых ты ничего не хочешь? Большинство людей принимают роль жертвы настолько осознанной, с таким удовольствием, что считают, что если, например, женщина вышла замуж и состоит в браке, в котором она несчастна, или мужчина, то из него нельзя выйти никуда, кроме как в белых тапочках. А почему? Ну, у нас есть такое законодательство, что если ты разводишься, то тебя обязательно убивают. Нет. У нас есть лень и страх. Потому что любое расставание, это означает, что тебе нужно как-то начать по-другому существовать, как-то вернуться к себе и начать отвечать за себя самого. Не за мы, а за себя самого. За мы – это, знаете, а давай мы вместе не пойдем никуда, а давай мы вместе не будем работать. Большинство людей поруются для того, чтобы не так страшно было умирать. Поруются. Ну, умирать не только в физическом буквальном смысле, но и в смысле закапывания собственной жизни. Знаете, я ничего не хочу достигать, и ты, ой, деньги – это не главное, действительно, деньги – это не главное. Ой, это – это не самое важное. Да, это не самое важное. И вот они друг друга поддерживают, очень классно, очень вместе, говнянят свою жизнь, ходят такие вдвоем стрёмненькие. Вот. Фигура – это не главное, здоровье – это не главное, еда – это не главное, ничего в жизни не главное. Вот они ходят, и боятся друг друга бросить, потому что они уже такие два оборотня, что больше никто на них другой не посмотрит. Понимаете? И вот все это является не главным. Так вот, я вам хочу всем задать один вопрос. А чего вы хотите? Знаете ли вы ответ на вопрос, какой вы хотите видеть свою идеальную жизнь? Если бы я сегодня была вашей волшебной и крёстной феей, и сказала вам, вот, демоник официал, фронова вединск, и прочие товарищи, я сейчас прямо осуществлю твою жизнь, у тебя есть 15 минут, чтобы в деталях рассказать мне, чего ты хочешь. И если я пойму, что ты на самом деле этого хочешь, я тебе дам эту жизнь. Большинство из вас обкакается. Обкакается. Вы начнёте говорить, я хочу в Монако, большой дом, быть счастливым. Это как поздравление с днём рождения, да? Такое утопическое. Желаю, чтобы ты была самая счастливая, у тебя было много здоровья. Пух! Конкретно, вы знаете, чего вы хотите? Мне не нравятся отношения, в которых я нахожусь. А в каких ты отношениях хочешь находиться? Что ты хочешь чувствовать по отношению к партнёру, который находится рядом с тобой? Я хочу, чтобы рядом со мной был сильный, состоятельный мужчина. Правда? А ты уверена, что ты будешь счастлива с сильным, состоятельным мужчиной? Ты уверена, что тебе нужен сильный, состоятельный мужчина? Вот ты уверена в этом? А ни хера ты не уверена? Потому что ты не знаешь, что тебе нужно. Потому что у тебя есть время полистать ленту Инстаграма, у тебя есть время посмотреть ТикТок, у тебя есть время хуйнёй всякой заниматься, а подумать о том, чего ты хочешь, поработать с собой, со своим сознанием, задать себе вопрос, у тебя нет времени, вот куда у тебя на это время, у тебя полно важнейших дел, понимаешь, полно важнейших дел. Когда я людям говорю, мне очень много в личку пишут вопросов, прям глобальнейших жизненных ситуаций, я говорю, приходите ко мне на рерайтер жизни, мне такие, типа не видно, что я занимаюсь рерайтером жизни, в моем профиле ни разу этого не видно, человек в первый раз видит, узнает и говорит, так, так, а сколько он идет? Я говорю, месяц. Ой, нет, ну у меня сейчас нет времени. Конечно, у тебя же есть, блядь, время свои 50 лет жизни просрать на всякую херню, и ты сидишь сейчас, у тебя нету ни денег, ни нормальных отношений, ни понимания того, чего ты хочешь, ни счастья, ни хера у тебя нету, и месяца у тебя тоже нету, чтобы посвятить себе, потому что тебе же надо спасать мир, ты же супер-гуман, женщина-кошка, человек-паук. Ну, у нас у всех, у нас есть огромное количество опций, нам надо срочно все сделать, сдать контракт, написать, сделать мир счастливым, а я чего хочу? А вот, знаете, самых счастливых людей в какой-то период времени накрывает этот вопрос. Он накрывает либо самостоятельно, либо с помощью того, что кто-то в паре этим вопросом задался первый, а второму приходится отвечать на этот вопрос, потому что жизнь, когда меняется кого-то одного в паре, второго меняется автоматически, вынужденно. Один вытаскивает спичку осознанно, а у второго она просто падает, потому что второй человек ее уже не держит, точнее, первый не держит. Так вот, я вам хочу сказать, что нет ничего ценнее, интереснее, нежели задать себе вопрос, чего я хочу. И задать его не просто, чего я хочу счастья в мире, а детально это проработать. Я уже поняла, что людям очень страшно. Вот сейчас мой муж начал проходить рерайтер жизни второй раз, решил пройти его. И он мне говорит, ты знаешь, что ты создала настолько сильный продукт, что меня колбасит просто от первого урока. А я ему говорю, ты представь себе, насколько ты осознанный и насколько наша история – это наша история. А представь себе, когда приходит человек, который никогда с этим не работал, насколько это трансформационно для него, насколько его начинают колбасить. Но это самая прекрасная колбасня, которая может быть, потому что, возможно, вы впервые в жизни начинаете смотреть на свою жизнь прямо, без приукрашиваний. Вы начинаете находить ответы на те вопросы, которые вас мучили, которые заставляли вашу душу страдать, которые заставляли вас чувствовать в чужой тарелке, ловить ощущение, что вы проживаете что-то не то. Для кого-то это вообще чужая жизнь. Есть такие люди, которые проживают жизнь и понимают, что это точно не их жизнь. Для кого-то это моменты, когда человек понимает, что он попал в какую-то комнату, в которую он попал случайно, и вдруг он в ней стал жертвой, или вдруг он в ней стал тираном. Он что-то делает в жизни и понимает, что он не хочет этого делать. Либо в каких-то отношениях он вдруг стал кем-то. Вот у меня, например, в какой-то период времени я была тираном. Я душила людей, и все вокруг хлопали, говорили, как хорошо у меня получается душить людей, и я даже зарабатывала деньги, и умудрялась из людей делать деньги. И я в какой-то момент осознала, что я вообще какую-то чужую роль играю. Мне не нравится. Мне не нравится быть агрессивной. Мне не нравится заставлять. Мне не нравится унижать. Мне не нравится делать все то, что другие люди называли моим призванием. Мне не нравится. Я не хочу этого делать. И это самое сложное. Ведь ты же уже это делаешь. Ты уже так привык, уже другие так привыкли. Ты даже на этом умудряешься деньги зарабатывать. А ты понимаешь, что ты другой. В моей жизни уже несколько раз было таких дней, которые меняли мою дальнейшую жизнь. Тогда я просыпалась утром и понимала, что все. Вот я так больше не хочу. Не потому, что кто-то плохой или кто-то виноват. Я поменялась. Я проработала это. И вы знаете, за время прихода в мою жизнь рерайтера жизни, марафона, который я же изобрела, это полтора года практически, но раза три я изменилась кардинально. Кардинально. Вы не являетесь здесь всем моим близким окружением. А вот люди, которые находятся со мной в тесном контакте, подписчики тут пишут, вы изменились. Что-то не то. Что? Что? Что происходит? А вот те, кто находятся со мной в близком контакте, у них широко открылись глаза на то, как я изменилась. И я могу вам сказать, что именно наши изменения и несут за собой изменения в нашей жизни. И именно это, по сути, наверное, и является самым ключевым в нашей реальности. Вот эти трансформационные вещи, которые мы несем, то, как мы по-другому воспринимаем себя, мир, то, как мы чувствуем, то, как меняются наши ценности, то, как мы начинаем ценить что-то больше, а что-то наоборот обесцениваем и понимаем, что это не имеет значения. В тот момент, когда я переживала, например, сильный финансовый кризис, дал мне то, что сегодня, когда мои возможности значительно больше, ценность, например, дорогих вещей для меня значительно ниже важность этих вещей. То есть я понимаю, что дорогая сумка – это просто сумка. И ее ценность для меня значительно меньше, чем катание по ночному городу на самокате, когда я реально чувствую себя кайфово. Просто я еду на самокате, не на Porsche, не на Mercedes, на самокате. И в этот момент я себя ощущаю кайфово. Конечно, дело не только в самокате, дело в моем внутреннем ощущении. Но именно внутренняя проработка себя дает вам гораздо больше кайфа, чем любая новая кофточка, сумочка, ботиночки Dior и прочая ху-е-тень, которую я очень люблю, которая классная, но нет. Но ее нельзя променять на это, понимаете? И для того, чтобы вы понимали, в чем заключается ваша ценность, для того, чтобы вы понимали, как заставить свой зад работать, не через «ты должен, ты должна победить, ты сильная, ты можешь, ты должна спасти своих детей от голода». Голода. Нет. Просто должен или должна познать себя, кайфануть от того, чтобы найти себя, свои собственные ощущения. Потому что это дает блеск в глазах, не сумочка Dior. Вот точно вам говорю, как обладательница всех этих прелестей. Это ощущение другое, чтобы понять, о чем ты мечтал, чего ты хочешь достичь, куда ты хочешь поехать, какие эмоции ты хочешь прожить, как ты себя хочешь утром чувствовать, ощущать, для чего тебе это, какую ты что-то делаешь. Меня, например, очень нравится, я понимаю, что то, чем я занимаюсь, я провожу эфир, и я понимаю, что будет, когда этот эфир выйдет, и его посмотрят там тысячи людей в Ютубе, в Инстаграме, я понимаю, что будет как минимум соточка людей в итоге с этого эфира, которые благодаря тому, что услышат, начнут менять свою жизнь. А если они начнут менять свою жизнь, то они обязательно кого-то зацепят в прицепку, потому что когда мы начинаем меняться, мы начинаем цеплять кого-то еще, на нас кто-то тоже обращает внимание. И я каждый день понимаю, что я уже, вне зависимости от того, когда уйду с этого мира, я уже на него повлияла, на его энергию, потому что весь наш мир – это энергия и сознание. Наше сознание формирует энергию, и тело – это то, что взято в аренду, оно умирает. Все остальное живет. И я понимаю, что я, благодаря тому, что я делаю, благодаря тому, как я использую свои навыки, свои сильные стороны, я понимаю, что я влияю на энергию этого мира, и меня это драйвит. То есть я не прямой эфир читаю на какую-то тему, я не тренинг продаю с роликами, которые зарабатывают деньги, и иду, трачу их на что-то. Я понимаю, что я влияю на энергию людей, я понимаю, что чьи-то жизни становятся значительно ярче и лучше, чем были до меня. У меня это драйвит, очень драйвит. Вы тоже что-то делаете, что влияет или может повлиять на жизни других людей. Надевая красивое платье, я чувствую себя мега-любимой, сексуальной, красивой, и иду к своему мужчине, или иду к себе навстречу, или просто ощущаю себя по-другому. И вы приложили руку к этому платью, вы думали о том, какие ощущения будут у девушки, которая наденет это платье. Возможно, благодаря тому, что она в этом платье, она сегодня встретит свою любовь. Возможно, она сегодня почувствует себя лучше, почувствует себя любимой и тоже изменит свою энергию. Ведь когда мы смотрим на свои действия через призму того, что мы несем, мы можем очень сильно себя заряжать. Вот, например, замечательный комментарий «Без макияжа вы красивее». Вот знаете, что я могу по этому поводу сказать? Во-первых, я вам открою секрет, я с макияжем. Во-вторых, я красивая в любом своем состоянии, потому что я себя таково ощущаю. В-третьих, момент внешности – это очень особенный момент. То есть, в-четвертых, мне кажется, что это не совсем корректное высказывание, потому что это ваше субъективное мнение, которое вы анонсируете везде. Но, тем не менее, вы имеете на это право. Вот я бы очень хотела, чтобы вы сейчас обращали внимание не на то, как я выгляжу, а на то, что я говорю и искали то, что вам откликнется. Потому что обсуждение, даже насколько я красива, насколько уместно моё платье и так далее, ничего в вашей жизни ровным счетом не поменяет. То, что вы будете говорить обо мне. А мне бы хотелось, чтобы вы задали вопрос внутренне себе, потому что это проработка себя. Чтобы вы, вот это все выслушав, какой-то один себе вопрос адресовали, а еще лучше, а затем этот вопрос перевели в некое действие. Например, пришли в рерайтер жизни и попробовали с тобой поработать. Например, пришли в рерайтер жизни и реально с тобой поработали. Например, приняли решение, что вы хотите измениться, что вы находитесь не в том сейчас состоянии, в котором ощущаете себя счастливым человеком, а очень бы хотели это поменять. Вот это, например, эти цели и задачи у меня гораздо лучше. Так, читала книгу «Красная таблетка», там говорится, что мозг управляет сознанием, я малость запуталась. Но я не писала книгу «Красная таблетка» Курпатова, поэтому не могу вам по этому поводу сказать. У каждого человека есть свое какое-то понимание. Есть сознание и есть энергия. Если мы говорим немножко о квантовой физике, то все в мире представляет собой энергию, потому что вы знаете, что мы там состоим атомы, молекулы, и вся эта мельчайшая, входим в какую-то пыль, в состояние пыли с точки зрения физики. И все это является некой энергией. Я на русском языке это объясняю так. Представьте себе, если вы были в лазерных лабиринтах, что весь наш мир, вот все, если посмотреть с позиции физики, мы все выглядим как волны, как ниточки. Вот представьте себе, весь мир, все физические и не физические объекты, все является только вот такими ниточками. И есть некое сознание, наш мозг, который вот у нас живет, которое выбирает из вот этого пространства вариантов бесконечного то, что оно хочет видеть, то, что оно хочет в своей жизни. И сознание формирует это в материю. Вот так это происходит. То есть наш сознательный аппарат, например, выбирает себе установки, что у меня все получается, я хозяйка жизни, я король, я президент. И когда мы на это настраиваемся, это материализуется. Наше сознание из пространства вариантов бесконечного, из вот этой энергии формирует то, что ему нужно. Но парадоксальность, вот это пока то, что я не разгадала, заключается в том, что большинство людей заточены именно на негативе. И вот эти устройства в государство, где есть мозги, которые постоянно, мы уже как, ребенок рождается с чистым сознанием, да, почему мы ведь дети говорят, я гениален, я прекрасен. И мама с папой ему говорят, так нельзя говорить, ты не гениален, ты не прекрасен, ты такой, как все. И мы начинаем сознание ребенка формировать. И в итоге ребенок вырастает с тем сознанием, которое есть в устройстве, да, в мире, в социуме. Вот эти правила, откуда берутся правила, что такое хорошо, что такое плохо, что семья – это ячейка общества, что это измена, это предательство, это хорошо, это не очень. Это все некие правила. А попробуйте убрать это объяснение, вот почему человек себя чувствует виноватым иногда, он думает, ну это же неправильно. Почему неправильно? Ну почему вообще неправильно? Потому что кто-то когда-то где-то об этом написал, и потом миллионам людей это вложили в уши, и все теперь считают, что это неправильно. Ну а почему это неправильно? Запомните, гениальными становятся те люди, которые работают вне правил, которые создают собственные правила, которые идут априори перед всеми правилами, которые плевать, хотели на все правила. Но у большинства людей не хватает смелости, потому что опять-таки тот социум, в котором они выросли, очень плотно их забил. Поэтому в рерайтере мы занимаемся и тем вопросом, что мы вот эти ваши плотные лепешки, которыми вы позабивали свой мозг, мы их достаем и начинаем разбирать. А кто вам вообще сказал, что это так? Кто вам сказал, что вы кривой, косой? Кто вам сказал, что у вас не получится? Кто вам сказал, когда вы это все начинаете разгребать, у вас получается легкость, вы видите опять это пространство варианта, вы понимаете, что вы имеете сегодня плохо, только потому что вы выбрали плохо. Потому что вы вас запрограммировали на плохо как программа, как делаются сайты или еще что-то. То, что запрограммировали, какую картинку в Инстаграм запостили, такую и сделали. Потому что понимаете, что у вас картинки в вашем инстаграме появляются, они просто так. Это вы их туда бросаете. То же самое с вашей жизнью, это вы бросаете эти картинки. Как отпустить тяжесть, совсем нет энергии, гуляя, питаясь правильно, аффирмации, медитации, утренни страницы, но энергии не принимая, хорошие витамины, а у вас что-то лежит внутри, понимаете? Вопрос в том, что вы съели какую-то какашку, и вам ее надо, простите, вырыгать. А вы сверху кушаете полезные продукты, говно наелись, а сверху пытаетесь полезными продуктами зашлифовать, и таблеточками, вам нужно блевануть. Вот вам нужно найти, уж простите меня за это, вам нужно найти, чего вам там отрыгать все надо, что такого вы натворили, что такое вас беспокоит, что оно у вас лежит, потому что как бы вы это травкой сверху не покрывали, но это говно надо блевануть, его надо из себя достать, вот вам ответ. Для этого есть сессии, для этого есть работа индивидуальная, еще какая-то самостоятельная работа, я не могу за вас блевануть, потому что я не знаю, что вы там наелите. А про заговоры иди бога, что скажете, это правильно? Я не бог, и божественная религия, немножечко другая движуха. Ну, это, наверное, движуха не очень хорошо. То есть, опять-таки, существует цель, как некая организация, у которой есть какие-то свои правила. Все в мире, в государственном устрою создают некие организации и выписывают определенные правила. Я могу вам сказать, что, в принципе, все, что касается сознания, энергии, Библии, очень много вещей перекликается. Просто поскольку все-таки многие вещи являются бизнесом, а церковь – это бизнес, к большому сожалению, сейчас я это вижу, и именно по этой причине я больше не ходу в церкви. И я считаю, что твоя вера и твоя принадлежность к Богу, ко вселенной, как вы это называете, это уже следующий момент, Аллах, это то, что живет внутри тебя и находится с тобой постоянно, а не то, что ты можешь пойти и получить в домике с крестиком. Сегодня такая моя позиция. Поэтому, поскольку это древние вещи, древние учения, точно так же, как и, в общем-то, множество моментов, которые мы сегодня используем в контексте работы со своим сознанием и подсознанием, мы тоже эти знания получали, приобретали. Вот здесь общий знаменатель один. А кто во что верит и через что идет, это уже следующий вопрос. Как можно выйти экологично от деструктивных отношений? От отношений нужно выходить просто, закрывать эти отношения, и все. Закрывать эти отношения и идти работать с собой, а не с отношениями. Если вы понимаете, что эти отношения вас отравляют, ваша задача их закончить, затем в идеале найти себе программу, психолога, психотерапевта, кого угодно, человека, который поможет вам разобраться с собой, прочистить себя, то есть понять, что у вас там сейчас, какие у вас залежи, достать это, чтобы вы превратились из больного человека в здорового, потому что, когда мы уходим из деструктивных отношений, у нас есть большое количество каких-то претензий, обид к другому человеку, и это накладывает отпечаток на наше будущее отношение, потому что это как большие очки, которые мы надели, и на следующего партнера мы смотрим через эти очки. Мы всегда в нем видим то, что мы унесли. Вот, с этим нужно работать. Так, периодически перечитываю ваши четыре книги, очень крутое мотивашкое вдохновение, вывожу для себя мысли, пробую на практике. Замечательно. Если придете ко мне на рерайтер жизни, то прям вообще будет вам пирожок свой собственный. Я всегда детям говорю, когда они мне говорят, мама, что ты сделала? Я говорю, купи себе пирожок. Я вам всем предлагаю поработать с собой, потому что можно бесконечно читать, можно думать, но когда у нас начинается ежедневная работа с собой, это мега-труто. Мы это делаем на рерайтере. Я и люди, которые ко мне приходят. Следующий наш поток стартует 1 сентября. Уже лето отгуляйте, пожалуйста. Вот много людей говорят всегда, ой, летом я хочу отдохнуть. Отдохните, насладитесь, и если вы понимаете, что хочется все-таки, чтобы ваша жизнь была не совсем такой, как она есть, или совсем другой, ничего лучше вы не найдете. Это я вам говорю, как человек, который всегда отвечает за свои слова. Буду на этом замечательном месте заканчивать наш эфир. Я вас очень сильно всех попрошу, пожалуйста, если вы хотите, чтобы я сейчас будет ультиматум с моей стороны, сразу предупреждаю, если вы хотите, чтобы я почаще выходила в эфир, пожалуйста, оставьте комментарии. Меня мотивирует, когда я вижу, что большое количество людей говорят, мы смотрим эфиры и нам помогают, меня это мотивирует сфокусироваться в сторону прямых эфиров, проводить их чаще и качать вас больше. Для того, чтобы попасть на марафон «Революктор жизни», вы можете перейти по ссылочке в профиле у меня, всегда есть там ссылка. Если вы вдруг совсем не нашли никакой ссылки, вы всегда можете мне написать в директ в инстаграм, и поверьте, я вам непременно отвечу. Всех обнимаю, люблю, целую, жду ваши комментарии после того, когда я публикую видео. Всем большое спасибо!